Всем привет! С вами Светлана Гаспорович и добро пожаловать на мой канал Дом Творчества. Я подготовила для вас мастер-класс, где мы будем шить кармашки на шкафчик в детский сад. Получилось много отделов, карманов для хранения вещей и еще есть специальные шлевки, на которые можно поместить резинки, заколки, обручи для волос. Но сейчас я не буду показывать и рассказывать, как шить органайзер. Это вы подробно увидите в следующем моем видео уроке. А сейчас я хочу показать, как сделать аппликацию из фетра. Именно так мы будем украшать наши кармашки в следующем мастер-классе. На одной заготовке я уже сделала аппликацию. На изнанке все нитки срезала, чтобы было чисто, но перед этим завязала узелки, чтобы строчки наши не разошлись. Перед тем, как делать аппликацию, я распечатала буквы, из которых состоит имя ребенка, и вырезала их из фетра. Теперь, чтобы закрепить эти буквы на ткани, я возьму клеевой пистолет и приклею их чуть-чуть, чтобы они не двигались. Не переусердствуйте. Буквально несколько капель. Если такого приспособления у вас нет, можно взять и наметать их с помощью иголки и нитки. Итак, закрепили все буквы, а теперь переходим к нашей любимице, швейной машинке. И здесь нам нужно выполнить некоторые настройки. В первую очередь, я поставлю скорость на минимум, чтобы не торопясь, можно было пришивать буквы. И также поставила длину стежка 2,5 мм. Для меня это оптимальная длина. Что еще вам поможет сделать качественную аппликацию? Это прозрачная лапка, чтобы можно полностью просматривать все детали и их срезы. Сейчас я вам на примере покажу, как выполнить аппликацию. Здесь главное не торопиться. И тогда у вас строчки будут ровные и красивые. Строчку прокладываем близко к срезу на расстоянии 1-2 мм. На закругленных местах, чтобы повернуть изделие, мы иглу оставляем в изделии. Затем поднимаем лапку и поворачиваем его. А затем опускаем лапку и дальше прокладываем строчку. Никуда не спешите. И так вот, медленно, строчка за строчкой, мы пришиваем буквы. Продолжение следует... И когда пришили букву, обрезаем нитку, а затем выводим ее на изнаночную сторону. Делаю узелок и только после этого обрезаю ее. Вот и готова буква. От того, что мы не торопились, у нас получилась идеально ровная строчка. Точно так же мы будем пришивать остальные наши буквы. Что касается аппликаций чуть посложнее, здесь в принципе такой же смысл. Распечатываем любой рисунок. Возможно, даже несколько копий для этого понадобится. Режем эту картинку на вот такие детали. И располагаем на ткани. Крылья и лапки я располагаю под туловищем. Дальше укладываю пузико, глазки и приклеиваем их на клей. А дальше пришиваем точно так же, как мы пришивали буквы. Медленно поднимаю лапку, чтобы повернуть изделие. Сначала я пришью лапки, крылышки, затем туловище, пузико, глазки. Цветочки и носик я не стала пришивать. Уж очень они мелкие, а взяла просто и хорошенько приклеила их. Вот и готова наша красота. Сложного здесь ничего нет. Главное иметь терпение, время, чтобы это делать и, конечно же, желание. Ставьте лайк, если видео было полезным для вас. И до новых встреч. Пока-пока.